Я всегда лялечка своей, она придет, лялечка, когда покажется, и Бог меня изменил, то она была искренне православной. Но сюда ходила она, только потому, что пусть лучше так, чем так, как было. Она только из-за меня ходила сюда, но хотя она так не считала вообще. Она, как это я не буду печь пирожки, как это я не помяну бабушку, она мне самая любимая, а я что-то пирожков ни за кого не пойду, а я буду всю жизнь это говорить делать, и там что-то написано, не написано, ты меня не сменишь, а я говорю, так хорошо, иди кайся. И как ни с ним, я говорю, всю жизнь буду с нее там в секцентре, потому что это мой дом. И я говорю, иди кайся, иди кайся, отстань ты, она, иди кайся, иди кайся. Пока она постоянно калится, она прошла к Михаловичу, и Михаловичу говорит, слушай, отстанет мне. Отстань от нее. Не бойся вынесся. Не бойся вынесся. Это отстань от нее. Я оставил ее, ну как отстал, я пристал ее подталкивать, понимаете, но молиться не перестал. Молиться не перестал. И пришел момент, когда она меня отодвинула, отойди, я вот куда, отойди, пошла сюда и покаялась. И есть другой пример, когда я покаялся, мне так вот коснулся Бог, и я так хотел, чтобы мои соседи покаялись. Мое желание было настолько сильное, что уже 19 лет, а мне до сих пор не кажется. Потому что у меня всю ночь были в доме крики, я орал так, что они бегут, понимаете, соседи там, ну, ой-ой-ой. А потом, когда я покаялся, я говорю, что я же теперь не ругаюсь, их не обижаю, я теперь за них буду молиться. И я проснулся в 2 часа ночи, и я на полдова, Господи, спаси моих соседей, пусть они покаются, откроем глаза, пусть они едут. И я говорю, что ты нанесешь, а я говорю, что я же не ругаюсь, не бью, говорю, я за них молюсь, пусть они знают, что Бог меня изменил, что я теперь хочу им хорошего, я теперь за них молюсь, чтобы они спаслись. Так вот, я молился так, и люди до сих пор не спасаются. Потому что Бог говорит, что ты делаешь? И им какая разница, ну, почему ты не спать не даришь? И когда я говорю теперь сейчас, говорю, слушай, пошли к Господу, они говорят, а нам зачем? Говорят, мы нормальные, говорим. Кто-то говорит, ненормальные, где слава Богу, говорит, по-моему, а нам, говорит, не нужно. Говорят, кто-то буйно помешанный, теперь тихо помешанный, но сейчас лучше, чем было раньше. Поэтому, слава Богу, это вот и есть преждевременно, когда наши желания, наши эмоции, мы их не взвешиваем, мы не контролируем. И от своего ума стараемся что-то сделать, не советуясь и не спрашивая о Господа. Поэтому вот это вот так, тут надо быть внимательными, чтобы, во-первых, не тормозить, а во-вторых, чрезмерно и не толкать, потому что застрянет кто-то, может, на 20 лет.